Друзья, привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о прошедшей презентации PlayStation 5. Поговорим о ней в целом, расскажу вам о проектах, которые мне понравились больше всего, обсудим Next Gen, который мало кто заметил, ну и конечно же обсудим дизайн консоли. Перед началом видео, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, а также в комментариях предлагаю вам написать, за какую консоль после ивентов вы больше всего топите. Поэтому в комментариях напишите либо PS, либо Xbox, либо то и другое сразу. Посмотрим кого больше и давайте начнем. Начнем мы, пожалуй, с общего. Признаться, Sony, на мой взгляд, устроила вчера реальное шоу, которое все геймерское сообщество, да и не только его, поставило на уши. Кого-то удивило, кого-то разочаровало, но так или иначе, Sony подготовила сюрпризы и проекты, о которых даже и слухов-то и не было. И объективно назвать эту презентацию говном или скучной, ну никак нельзя. С точки зрения первого шага и некого анонса консоли, признаться, было здорово. Поскольку Sony показала достаточно эксклюзивных проектов, которые многих зацепили, и самое главное, она с помощью них обозначила, ради чего нужно купить PlayStation 5. Конечно, первый трейлер в начале в виде GTA 5 на новом поколении был, как по мне, не в тему, но потом все пошло в гору. Лично меня очень впечатлил новый Человек-паук, который будет эксклюзивом PlayStation 5. Я просто не ждал, что новую историю сделают настолько быстро. Да, я понимаю, что это некое переиздание с DLS, но в любом случае, нигде вы не поиграете, кроме как на PlayStation 5 в эту игру. И понравилась очень игра Ratchet. Было множество и других проектов, и Resident Evil 8, Hitman 3, Gran Turismo, вторую часть Horizon показали, совершенно новая IP, но лично мне понравились именно первые две игры, ради которых лично мне и хочется взять плойку. Кстати, если вдруг кто-то не в курсе, то на презентации было показано достаточно и мультиплатформы, то есть игр, которые выйдут и на Xbox Series X, поэтому не печальтесь. Признаться, я от презентации в первую очередь ждал Next Gen'а, и в принципе я его немножко получил. Смотря на все игры сразу, по сути можно сделать вывод, что Next Gen'а будет лишь в отражениях, в количестве частиц, в детализированности, но к сожалению явных Next Gen'а отличий можно будет заметить не во всех играх, и чаще всего это будет лишь в экзах. Реальный Next Gen'а я лично расследил в Ratchet, несмотря на то, что игра мультяшная, выглядит она просто потрясающе. Поскольку модели персонажей, их движение, множество объектов вокруг, тянут на полноценный мультик от какого-нибудь Pixar'а. И смотря геймплея, можно подумать, что это рендер или даже заставка, хотя по факту это игровой процесс. Лично я офигел от нее, и она для меня перекрывает пока что все мультяшные игры от Microsoft, поскольку ну просто посмотрите как она выглядит. И если рассуждать, что для меня главное FPS или разрешение, то я скорее всего отвечу, что визуал самой картинки, а не ее четкость. И в этом данная игра меня реально удивила. Что касаемо мультиплатформы, это было не так заметно, и скорее всего она ждет лишь чутка отражения, лучей и четкости картинки. Поскольку в том же Resident или в Hitman я не увидел того самого прорыва, какой-то эволюции и не было эффекта вау от самого графона. Кстати о мультиплатформе, как я и говорил, некоторые игры просто не выпустят на старое поколение. И те, кто купил недавно One X или же PlayStation 4 Pro для новых игр, прогадали. Капец как прогадали. Поскольку тот же Resident Evil 8 выйдет только на новое поколение консолей и на ПК, и никакие 6 терафлопс ее не смогут запустить. И знаете, что касаемо игр и презы, в целом мне понравилась их политика. Молча и мощно. Без каких-либо обещаний и бессмысленных слов по типу мировая премьера. Никто ничего не ждал, никто ничего не обещал, и из-за этого создался у многих эффект вау. Да, я понимаю, что я сейчас кинул камень в огород Xbox, но прошлый инсайт, признаться, был лишь хайпом, а не качественным ивентом. И да, если вы еще не в курсе, то я могу объективно смотреть в обе стороны, несмотря на то, что я больше все-таки склонен к Xbox. После игр в самом конце нам наконец-таки показали дизайн PlayStation 5. Это было с одной стороны неожиданно, но с другой стороны предсказуемо, поскольку с дизайном они реально долго тянули. Кстати, напишите в комментариях, как он вам. Вдобавок к этому, они сразу же показали еще и плойку без дисковода, которую точно никто не ожидал увидеть. Но давайте сначала поговорим о дизайне. Дизайн, как по мне, стильный, клевый и, так скажем, космический, и чем-то смахивает на плойку третью и Xbox 360 Slim. И, признаться, в интерьер его, наверное, будет вписать сложно. Но меня в этом плане больше всего волнует вопрос габаритов, поскольку если рендер создан с правильными пропорциями, консоль будет длинной и явно будет выше Xbox Series X. А это, между прочим, больше 30 сантиметров. То есть в плане перевозки консоль будет не очень удобной. Кстати, будет очень интересно посмотреть на реакции ветеранов игровой индустрии на распаковку консоли. И посмотреть, засрут ли они такие габариты, поскольку, когда вышел Xbox One, его очень сильно чухали за его размеры. Но теперь же, вроде как, все должно быть наоборот. Но, признаться, лично у меня дизайн консоли стоит практически на последнем месте, поскольку в консоль нужно играть, а не смотреть на нее. И какой бы там большой, а может быть и уродской она не была, придется найти для нее местечко, если я хочу играть. А я хочу играть, и поэтому я буду искать место для нее. Кстати, я вообще изначально прошляпил кадр с горизонтальным положением, и думал, что консоль будет стоять только вертикально. Но ребята на стриме помогли мне понять и найти то, как консоль будет располагаться горизонтально. За это им огромное спасибо. Если кто-то не понял, то поставка, которая снизу, будет просто сниматься, и консоль будет ложиться на нее боком. Также по дизайну у многих возникает вопрос охлаждения, будет ли она греться, будет ли она шумной. Но на это ответить пока сложно, поскольку мы не видели ее вживую, и нужно будет ждать тестов или каких-то подробностей. Сравнивая две консоли поколения чисто по визуалу, лично я сделал такой вывод. Xbox Series X крут по дизайну с точки зрения практичности, поскольку консоль получилась на данный момент маленькой по сравнению с конкурентом, и с очень хорошим охлаждением, которое должно обеспечить в первую очередь бесшумную работу и отсутствие перегрева. И в это же время консоль получилась какой-то стильной и строгой, а PlayStation 5 пока лишь красиво визуально, и пока вопрос о шуме работе и перегреве остается открытым. По поводу того, что Sony показала сразу версию без дисковода, можно догадаться, что консоли будут явно не дешевыми, и отсутствие привода может хотя бы немного сократить себестоимость и сделать консоль чуть доступнее для потребителей. Цену, кстати, официально никто еще не объявлял, и насчет нее пока лишь ходят слухи. В целом можно рассчитывать, наверное, на 1050, а то и больше, но нужно все-таки смотреть по факту. Ценник на игры, поговорю, тоже вырастет и будет около 6000 рублей, поэтому готовьте свои денежки. Кстати, цена, на мой взгляд, будет последней и очень весомой картой всех новых консолей, поскольку за счет цены та или иная консоль может просто перевесить интерес пользователя в свою сторону. И если разница в цене будет весомая, то многие могут закрыть глаза на преимущества или минусы той или другой консоли. Напишите в комментариях, что на ваш взгляд будет стоить меньше. Лично я думаю, что Xbox, но не Series X, а Look Hard, которая до сих пор продолжает мелькать в слухах и намекает нам о том, что будет невероятно бюджетной консолью. И в случае, если между плойкой разница будет составлять около 100 долларов, будет очень интересно посмотреть. Отвечая на вопрос, уделала ли Sony Microsoft, отвечу так. С точки зрения того, какие инсайды устраивала команда Xbox, Sony, на мой взгляд, их пока переплюнула, поскольку она показала конечный результат в играх, их графику, немножко геймплея, который нас и должен в принципе волновать, а не то, что внутри консоли, как это работает, поскольку когда ты играешь, ты не думаешь об этом. Плюс показала ААА проекты, которые выйдут эксклюзивно для PlayStation 5, которые в принципе многих и заставят купить эту плойку. Но также не стоит забывать, что у майков были лишь небольшие ивенты. И что касаемо эксклюзивных проектов, которыми скорее всего и будут бодаться новые консоли, у майков остались неоткрытыми. И учитывая, сколько студии у нее в запасе, мы можем ожидать в июле очень много эксклюзивных проектов. Но какие они будут по факту сказать очень сложно. Единственная опасность со стороны иксбукса меня ожидает именно в привязке к старому поколению, за счет которых их экзы могут либо быть невысокого качества по визуалу, либо же нас ждет очень быстрый бросок за борт старого поколения, для того, чтобы показать красоту нового, как это сделала Sony. В любом случае гонка только началась, за этим невероятно интересно следить, и даже на стриме мы уже пришли к выводу, что скорее всего с каждой новой новостью мы будем метаться от одной консоли к другой, что невероятно круто. Многие по-любому спросят, буду ли я покупать PS5, и знаете, скорее всего да. Поскольку игры про паука у меня всегда были больной темой, и если я капец как буду хотеть в него поиграть, мне просто придется купить эту консоль, поскольку другого варианта поиграть в эту игру у меня не будет. Но купив PS5, я не думаю, что я буду играть только на ней, поскольку удобство и экономия, я думаю, что будет на стороне Xbox Series X, так как у него есть Xbox Game Pass и может быть останется Аргентина, ну если вы понимаете о чем я. В общем, на сегодняшний день я очень доволен всем показанным, и надеюсь, что это только начало всей крутости новых консолей. Ждем теперь следующего шага от майков, надеюсь, они нас удивят еще больше, чем удивила Sony. На этом в принципе все, такой вот видос, такое вот мнение, надеюсь оно вам понравилось, если это действительно так, то с вас лайк, подписка на канал, ну а также не забывайте писать свое мнение в комментариях. Если вдруг ваше мнение совпадет с мнением другого человека, то поддержите его лайком, что после определенного времени посмотреть, какое мнение будет самое популярное. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok